Мы пережили первые испытания Асириса в Destiny 2. Для кого-то они были ужасными, кто-то даже не пытался, кто-то получил удовольствие от игры, кто-то недоволен, что в первые выходные уровень силы влиял на показатели, а кто-то увидел в этом плюс. Кому себя отношу я? Как я оцениваю вернувшийся ивент? Сейчас расскажу, но сначала сообщение от спонсора этого видео. Страж. Если твоего времени не хватает, напарники подводят или их нет, а иметь экзоты, легендарки и триумфы очень хочется, советую хороший сайт dwing.net. Любые квесты, пушки, триумфы, рейды и другую помощь ты можешь получить у ребят. Сайт работает давно, есть много отзывов клиентов и способов оплаты. Всё можешь проверить сам, а по коду TRIPLE VIBE действует 15% скидка на все услуги. Но если не разобрался или остались вопросы, смело пиши оператору на сайте и получай ответ. Ссылка будет в описании. Теперь назад к видео. Итак, испытания Асириса. Я их ждал. Я обожал этот ивент в первой части, проводил в нём кучу времени и находил массу друзей, с которыми нам теперь есть, что вспомнить из совместных схваток. Получилось ли получить удовольствие в этот раз? Ну, давайте по пунктам. Уровень силы. Тут особо долго растягивать тему не стану, поскольку бонус силы артефакта влиял на сражение только в первый уикенд, а в следующей выхе вам уже не будет так важен прокачанный артефакт. Я знаю, до сих пор массовое мнение звучит так. Уровень силы не должен иметь значение в ПВП. Потому что это нечестно по отношению к ПВП игрокам и игрокам, у которых нет времени на прокачку. Всё же, что я думаю об этом? Разница в силе должна учитываться, ну или, вот вам немного более нежная формулировка, не так страшно оказалось влияние силы, как некоторые считали. Наша команда качалась к первым выходным. Да, у нас в среднем был уровень, ну, в тысячу пять единиц. Но челики с 980 уровнем силы или 970, у которых прямые руки, разбирали нас за несколько минут, как только мы совершали ошибку. Главный аргумент про то, что казуальные ПВЕ-шеры прокачаются в затерянных секторах и не оставят шанса тем, кто играет реально круто в ПВП, полное дерьмо. По сразу двум причинам. Во-первых, как я сказал, наш высокий лайт не особо помогал нам против хороших и сыгранных команд. Во-вторых, люди, играющие только в казуальное ПВЕ, не пойдут в Ассирис. Они не пойдут даже трех побед сделать. Эта арена не для них. В равной степени, как и рейды, не подходящее испытание для тех, кто головы из ПВП не высовывает. Масса хороших ПВП игроков не были на рейде или были на нем 2-3 раза. Каждый выбирает сам, что ему ближе, ПВП или ПВЕ. Но уравнивание уровня силы, шаг, который сделали Банжи, пойдя на поводу у аудитории, идет в разрез со снова полагающей идеей. Вот. Вот она, прямо из уст разработчиков в анонсирующем ролике. Ставки высоки, когда на арене сильнейшие. Но сильнейшие не могут ныть о том, что они боятся чувака, выполняющего контракты. Испытание Ассириса, активность не для каждого. Она была такой создана, и она должна была такой оставаться. Люди должны смотреть на челиков в фулл сете с Ассириса и говорить «Вау, этот чувак закрыл Ассирис, наверное, десятки раз». Если ты такой крутой ПВП игрок и при этом пишешь в комментариях, что тебе не оставляют шансов в испытаниях, делая уровень силы заметным, значит, может, ты не настолько хорош, как ты думаешь? Мне непонятно. Эта история была еще до релиза. Я удивлялся словам Мташа, например, который говорил, что игрок, закрывающий баунти, не должен быть сильнее скиллового Асир Димитриуса. Очень забавное рассуждение, с учетом того, что они оба очень сильные игроки, и уж кого-кого, а их это точно парить не должно. Никакой ноу-лайфер с тысячу десятиу или большим лайтом не шотл в пятку чуваков с уровнем силы ниже. Куда большей проблемой для новых испытаний Ассириса я считаю систему наград. Сами награды и, как следствие, мотивацию в них играть. Тут тоже начнем с цитаты разработчиков из анонсирующего видока. Видимо, все правильно закончилось в первой части, да? Раз весь лут ивента старый. Окей. Отстудим. Выдохнем. Старый сет и старые красивые пушки. Вот за что среднестатистический игрок платит нервами. По характеристикам весьма средние. Адепт версий, которые бы были лучше и падали только из сундука на маяке, не завезли. Более того, разработчики подтвердили, что любую пушку, как и любой фрагмент брони, можно получить и по ходу игр билета, поскольку лут ранжируется по неделям. Например, на этой неделе в течение билета нам падает скаутка, ракетница и плазменная винтовка. А с сундука за закрытие перчатки. На следующей неделе или через два месяца те же перчатки могут упасть за пятую победу, а с сундука падает снайперская винтовка. Прикол? Вообще прикол. Более того, несмотря на то, что сундук маяка должен награждать вас пинакл лутом, то есть вещью с высшим уровнем силы и высокими характеристиками, первое, да? Второе, нет, нет, нет. На трех закрытых персонажах все руки, что я получал из сундука, были 50 с плюсом единиц в характеристиках. Это катастрофа. За самую сложную активность в игре вы получаете одну шмотку, притом со всратыми характеристиками. Как оно вообще нормально? Но дальше хуже. За контракты, которые вам дает сейнт, и за завершенные игры вы зарабатываете специальные знаки, которые затем можно сдать все тому же сейнту и получить осирисовский лут из наградных анграм. И это самое смешное и самое трагичное. Почему? Объясняю. Как работают эти анграмы сейнта? За 3, 5 и 7 побед мы получаем награду после завершения матчей. На этой неделе, как я уже сказал, это винтовка разведчика, ракетница и плазминка. Ну и из сундука за 7 побед мы берем еще и перчатки. Когда вы получаете какую-то из этих наград, она добавляется в лут пул анграм сейнта. То есть, залетели вы, например, в испытание, осилили только 3 победы, и заработали винтовку разведчика. Ну а потом просто доделали баунти и заработали сотню коинов. Если после этого вы полетите сдавать знаки, то из энграм вам будет падать только та же самая винтовка разведчика. Просто с разными перками. Возможно, с весьма удачными. Но самый смех, из этих энграм может упасть броня на 60+. То есть, из сундука вот я получил руки на 59, а из энграмы на 62. Справедливо? Нормально? Поэтому, если хотите на этот счет совет, сдавайте жетоны в конце ивента. Например, вечером в понедельник, когда уже точно будете знать, что дальше не пойдете и не добавите нового шмота в ассортимент энграм. Копить жетоны несколькими неделями не получится, поскольку они будут сгорать с каждым недельным ресетом. Так что сдаем, лутаем нужный шмот и забываем про это. Беря во внимание все вышесказанное о наградах, вырисовывается неприятная картина. Получается, что испытания сделаны сейчас таким образом, чтобы их можно было не закрывать, а просто ходить туда на выполнение контрактов. Набрали фулл комплект баунти, залетели, выполнили попутно, разблокировав столько наград, сколько смогли, потом наролили лучший гир через дачу коинов. И все, ждем следующей пятницы. Шлем за флоулес. Ну ладно, на этой неделе не закрыли и не получили, через три недели он будет за три победы, нормально же. И кто-то может сказать, что это и правда нормально, мол, весь лут в игре должен быть доступен каждому игроку. Но нет, это самый глупый аргумент для игры, которая в принципе выстроена вокруг гордости от обладания редким предметом, гадрольным лишним пайком, редким экзотиком или эксклюзивной эмблемой. Иначе... Иначе это быстро скатится в казуальную дыру, где игра уже была три года назад на релизе. Тогда тоже старались угодить новым игрокам, и в итоге обосрались, так что исправили все только в отвергнутых. Не знаю, при всем при этом, мне понравилось в трайлсах само настроение. Я не часто играю в пвп, особенно командой, так что неважно победа или поражение, я кайфовал от самого ощущения. Охренеть! Мы в Асирисе! Я буду играть в этот режим каждые выходные, просто потому что он мне нравится своим присутствием. Слепая тупая любовь, да. Но при этом я отдаю себе отчет, что режим вернули не в том виде, в каком ожидали, и он с большой натяжкой может называться эндгейм-активностью спинокал наградой. Критикуешь? Предлагай. Чтобы я изменил прямо вот сейчас, после первых выходных, я бы оставил влияющий уровень силы примерно в тех множителях, что и сейчас. Так как я уже сказал, его роль сильно переоценена, и нюбашам их овергир не поможет. А вот игроки, которые в игре каждый день, получат стимул к прокачке. Я бы добавил также в наградной сундук на маяке адепт пушку с хорошим банджи роллом, с правильным абсолютом и перками. И шмотку с нормальными цифрами, скажем 65+. Побольше триумфов на печать, потому что вот это вот вообще смех какой-то. А так бы даже после собранных сетов было желание, например, печатку закрыть. Ну как-то так. Мы вообще с командой в шоке от опроса в нашем сообществе. Большинство игроков просто не ходило в испытания, либо не смогло закрыть. То есть это действительно для многих одна из сложнейших и недостижимых активностей. Но при том снова, посмотрите на награды для тех, кто закрыл. Они как, рады? Да, вот если ты закрыл Асирис, напиши в комментариях, доволен ли ты наградой? И пойдешь ли ты до маяка на следующих выходных? Интересно посмотреть на мнение именно тех, кто понимает о чем речь, а не просто ноет про влияющий артефакт и отсутствие подбора. Кстати, да, чуть не забыл. Матчмейкинг. Еще один важный аспект, который не пойми как работает и собираются ли это исправлять, тоже непонятно. Люк Смит сообщал, что приоритет коннекта противников будет сосредоточен на количестве побед и на качестве соединения. Звучит офигенно, правда? То, как и должно быть. Человек с двумя победами на билете должен играть против команды с двумя победами на билете. Однако, система, не предусматривает рейтинга от слова совсем, а потому легко может закинуть вас, впервые запустивших, скажем, в матч с чуваками, у которых уже будет пять безупречных закрытий. И вот вроде у них первая катка на билете и у вас первая катка. Но вот честным такой подбор вы назовете едва ли. Лучше всего об этом было у Глада и дата. Ну и последним параграфом по очереди, но не по значению, поговорим про читеров, дудосеров и весь этот скам. Я закрыл один билет на ПК и еще несколько на консоли. На консоли у меня был один случай, когда меня выпульнули из тимы и уронили мне всю сеть в доме. Спасибо, билет был поломан, пришлось идти добивать команде и потом идти заново тем же персом. На ПК мы попались на две тимы с читерами, это в первый вечер. Там был явный ВХ и АИМ. Чувак раздавал все в голову, так что только кончик сапога появлялся из-за угла, он тебе уже в голову увешает. Репорты отправлены, но будет ли от них толк? В своем новостном ролике я говорил про то, как разработчики сообщали об обновленных протоколах безопасности, которые помешают дудосить игроков в стиме. И может быть она и правда работает, эта система, но только вот консоли все еще не дают такой возможности разработчикам. И получается, что самый популярный способ обломать другим людям кайф от игры на консолях остался безнаказанным, а на ПК борьба носит весьма призрачный характер. А АИМеры в игре будут всегда, дудосеры наверняка тоже не побеждены безвозвратно. Так что все наши сетования на нечестных игроков в Асирисе, да и вообще в ПВП, никуда не денутся. Что с этим делать решительно не ясно, но я пожалуй Асирисы позакрываю на консоли. В итоге, что я могу повторить и проговорить по окончанию этого Трайлса? Мотивации в него играть объективной немного. Награды весьма смутные и достаются куда более простыми способами, нежели закрытие безупречного билета. Что там в итоге будет с уровнем силы, непонятно, мне кажется, что и дальше эта тема будет мусориться в сообществе и обсуждаться в офисе Банжи. Ну и безумно интересно, как режим будет развиваться дальше в следующих сезонах. Насколько хорошая команда ответственна за отслеживание фидбэка и работой над режимом. Будем следить за развитием событий, стримить Трайлсы и надеяться на лучшее. Кстати, насчет стримить. Подписывайся на мой Твич, там я скоро буду появляться чаще, я надеюсь. Ну и канал бы до соточки довести уже. В общем, все ссылочки в описании, ты найдешь. Удачи, Страж, увидимся на маяке. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok